Все началось 1 января 2015 года. Наш дом, в котором мы жили на Гуа, обокрали в новогоднюю ночь. Не украли почти ничего, только два ноутбука. Один из них был мой. Так я остался без компьютера и надо было что-то делать. И надо сказать, что на Гуа, это Индия, если что, рынок ноутбуков, он довольно маленький. И после чатных попыток найти мне что-то на местном Авито, типа старого макбука или другого ноутбука, мой батя поступил так. Он купил в индийском магазине новый Windows ноутбук, а мне отдал свою недавно купленную прошку. И честно, такого акта щедрости я не ожидал. Но типа представьте, крадут ваш бюджетный хреновый ноутбук, а вместо него отдают машину мечты. Приятно. Перечислять, что мне понравилось после перехода на мак я не могу, потому что мне нравилось все. Красивая макось, приятный алюминиевый корпус, удобная зарядка под названием максейф, шикарная клавиатура с подсветкой, очень удобная, а тачпад отдельная история. В первые дни в моем макбуке торчал ресивер от мыши, то есть я везде ходил и управлял им мышкой, но через два дня так привык к тачпаду, что отключил и забыл о мыши навсегда. Стеклянный маковский трекпад оказался настолько удобным, что я даже монтировать на нем начал. И казалось бы, вот сбылась мечта, я получил идеальный ноутбук, но тут все пошло коситься к жопе. Через неделю использования я обнаружил на экране странное пятно, пытаясь убрать его, оно становилось только больше. И только потом я понял, что это дырка в экране. Но что это, откуда оно там появилось? Оказалось, что у этих ноутбуков есть проблема с антибликовым слоем. Вообще антиблик штука крутая, потому что благодаря ей экран перестает быть зеркалом, то есть вы в нем не отражаетесь. Но есть проблема, оно отслаивается от контакта с водой, то есть протираете ноутбук тряпочкой и получаете дырки в экране. И ладно, у меня маленькое пятнышко, у людей такая штука проявлялась на весь экран. То есть протираешь ноутбук водичкой, а он после этого становится вот таким. И самое подлое, Apple не считала это гарантийным случаем. Только через три года их вынудили менять экран бесплатно. Я тоже сдавал свой ноутбук в сервис, но получил отказ. Бумажка с причиной лежит до сих пор. При первичном осмотре у моего ноутбука нашли следы попадания жидкости, откуда, неавторизованного ремонта, модификации и физического повреждения верхней крышки. И с одной стороны они правы. Ноутбук реально вскрывался для чистки после индийской пыли. Но ноутбук, которому два года и не может быть в идеальном состоянии. На месте Apple, если бы они были нормальной компанией, а не уродами, которые зарабатывают бабки, они бы просто взяли мой ноутбук и поставили новый экран, потому что они облажались и продали бракованную модель. Но нет, Тиму Куку нужно еще больше денег, поэтому они ищут все причины, чтобы не сделать вам бесплатный ремонт. А замена экрана на этом ноутбуке стоила тогда десятки тысяч рублей. И все бы круто, но сюрпризы не кончились экраном. Через время батарея начала помирать. Ноутбук вместо нормальных 6-7 часов жил там час-два, и с каждым днем ситуация ухудшалась. Но почему в ноутбуке, которому полтора года сдохла батарейка, оказалось дело было в китайском MagSafe. Просто оригинальную зарядку уже потеряли, а на замену купили китайский MagSafe. И внешне он выглядит замечательно, но оказалось, именно такие китайские зарядки и убивают батареи. Через время ноутбук вообще перестал заряжаться, а китайская зарядка просто сдохла. И чтобы не повторять ошибок, пришлось купить оригинальную за 7000 рублей. Вот она, полюбуйтесь. Экологичный кабель настолько экологичный, что он разлагается прямо при использовании. И на помощь приходит синяя изолента. И вы подумаете, господи, какой кошмар, какой бомжара может пользоваться такой зарядкой. Но, может сейчас не так, но раньше у каждого второго маковода зарядка выглядела именно так. То есть вот тут намотано, вот тут намотано, кабель весь перемотан, потому что этот кусок говна разлагается за год. А покупать эту сраную зарядку еще раз за 7000 никто не хочет. Вот и приходилось жить с синей изолентой под рукой. Ну а батарею пришлось менять, и тут тоже началась веселуха. Замену я доверил крутому сервису в центре Москвы, который, кстати, рекламировал в высоко. И они так классно ее поменяли, что батарея гремела внутри корпуса, как маракас. Просто у батареи есть сегменты, и они их плохо приклеили, из-за чего они болтались внутри корпуса. Неудивительно, что эта батарея подохла через 2 года. И в этот раз ее решил заменить я. Заказал на Алиэкспрессе за 2000, приклеил нормальным двухсторонним скотчем, чтобы ничего не болталось. И чудо, все заработало. Ну и за неделю до этого обзора сдохла и та батарейка, что я менял, поэтому я купил четвертую. И снова ручками ее поставил. Ноутбук снова работает 4-5 часов без подзарядки. И могу ли я сказать, что владение маком было сущим ада, ведь у меня умерло столько батареек, пришлось купить зарядку, у которой кабель расклеился, экран, у которого дырка, и мне его отказались менять. С одной стороны, да, но во-первых, если бы я использовал оригинальный максейф, а не китайский, мне не нужно было бы менять батарею, то есть оригинальная все еще бы работала. А во-вторых, да, проблемы были, но все это перекрывали плюсы. Ноутбук был потрясающий. Главная фича именно 13-дюймового мака это размер. Она с одной стороны влезает куда угодно, а с другой диагонали хватает для комфортной работы. Такой ноутбук дарит тебе особый образ жизни. Он весит всего полтора кило, поэтому ты таскаешь его с собой каждый день. И допустим, отфоткал ты что-нибудь, едешь домой, и пока едешь, можешь достать ноут и обработать фотки. Появилось желание, открываешь ноутбук и пишешь музлоу в самолете, в кафешке, да вообще где угодно, ведь у тебя с собой всегда в рюкзаке полноценная рабочая станция. Но вы спросите, а при чем тут мак? Такой экспириенс может подарить любой компактный виндовс ноутбук, и это правда. Мак здесь ни при чем, но ему я благодарен за следующее. Супер стабильность, отличное время работы, 4-5 часов спокойно выдерживает, и просто невероятная надежность. Сколько же раз он падал и стукался. Однажды, не по моей вине, он упал с мотоцикла и прокатился по земле кубарем вот так, и все еще работает. У него не отвалились клавиши, не расклеился корпус, это не ноутбук, а какой-то гребаный танк. И за это я его обожаю. Но главное, что пришло с этим ноутом, это даже не его компактность, а Final Cut Pro. Фирменная эпловская монтажка, поразившая своей оптимизацией. Несмотря на то, что железо у этого ноутбука слабое, 2 ядра, нет дискретной графики, 8 гигов оперативки, казалось бы ни о чем. Он тянул любую задачу. У меня были проекты, весившие сотни гигабайт, там было больше сотни видеоклипов, и он их тянул совершенно спокойно. Просто Final Cut такой удобный и такой оптимизированный, что позволяет монтировать даже на таких слабых машинах. И вот я уже 6 лет монтирую Final Cut и сделал кучу видосов и проектов, и не собираюсь переходить с него на что-либо другое. Поэтому спасибо Эплу и этому маку за возможность комфорта монтировать видео. Кстати, принято считать, что мак не для игр, но я с этим не согласен. По крайней мере, я на маке играл. Да, список нативных игр не велик, там Mafia 2, Tomb Raider, игра от Valve, но есть возможность его пополнить, поставить Windows. Причем не обязательно ставить ее как вторую систему, можно поиграть на виртуалке. Вы не ослышались, я проходил третий фоллаут в 15-20 фпс, работающий на виртуальной машине. Причем напомню, в ноутбуке нету внешней видеокарты, только встроенная Intel Iris, но фоллаут на виртуалке он кинул. Поэтому мак, конечно же, играми не блещет, но если захотеть, можно и погамать. И переходим к главной теме ролика, стоит ли покупать его сегодня. Вот вам аргументы, а вы решайте сами. Сначала минусы. Во-первых, этим ноутам по 6-9 лет. Обновление системы на них приходит, но тот же Big Sur последний пашет уже не очень. Поэтому в идеале ставить на них Mojave или Catalina. А этим системам уже 2-3 года, поэтому скоро они могут стать неактуальными. Также из-за возраста у них уставшие батареи, компоненты вообще. А после покупки обязательно советую разобрать его или отдать на чистку, чтобы заменить термопасту и убрать клубы пыли. И в-третьих, завышенная цена. В России на Авито они стоят 35-40, пока на Ebay 25-30. Почему у нас дороже? Да потому что каждый второй у нас стал перекупом, из-за чего цена и поднимается. А теперь плюсы. Это все еще мак со всеми его крутыми фишками, которые актуальны спустя 6 лет. У него шикарный экран, шикарная клавиатура, тачпад, это просто кайфовый ноут. Он классный, неубиваемый и будет доставлять удовольствие каждый день. А во-вторых, ремонтопригодность. Да, кроме маков на Авито есть другие ноуты. Тинкпады, топовые Асусы, другие ноуты, но есть проблема. На них вообще не достать запчастей. Батарею на этот 8-летний мак я нашел буквально за 3 часа. Тогда как на рандомный Windows ноутбук вам придется ее заказывать с какого-нибудь Алиэкспресса, долго ждать и не факт, что она вообще будет продаваться. Короче, макбуки из-за массовости намного легче чинить. Краеугольным камнем остается мощность. Два ядра в 2021 году звучит грустно, поэтому чудес от ноутбука 2013 года ждать не стоит. Но если вам нужен браузинг, какая-то легкая обработка фоток, программирование, то есть несложные задачи, то он вполне с ними справляется. Ну а потенциальный покупатель этого ноутбука именно тот, кому нужен Mac. Ради системы, дизайна, эстетики всего этого макинтоша, если человеку все это не нужно, он пойдет и купит себе нормальный Windows ноут. Он будет мощнее и новее. Но если все-таки Mac, 13-ка с ретиной хороший вариант. Только перед покупкой, умоляю вас, почитайте информацию. Что такое брак антиблика, как его проверять, как вообще смотреть и осматривать Mac при покупке. А также советую брать компьютеры именно 2015 года, то есть последний перед тачбаровской эпохой, потому что у них меньше всего проблем, они новее, да, дороже, но оно того стоит. А для меня этот ноутбук одна из лучших вещей, что делала Apple, у которой были нормальные разъемы, а не куча переходников, светящееся яблоко и приветливый дружелюбный дизайн. Увы, стоит признать, современные маки это утратили. Это была история моего прекрасного ноута, на этом все. Если понравилось, не забудьте подписаться и поставить лайк, чтобы быть молодцами и поднять стату ролика. Не забывайте про ВКонтакте и Телеграм, там выходят всякие новости. Всем спасибо и пока. Пошла подача. Мяч у соперника не удалось до опасного момента довести здесь атаку. Какой финт! Великолепно! Вернул себе мяч Реал. Сидне Гуву. Очень уверенная игра в отборе. Пулешич. Легкий удар для Яна Облах. Ферлан Минди. Он пытается обмануть соперника. И мяч в воротах. Разница плюс четыре в их пользу. Соперники обескуражены. 4-0. Ну это разгром. Отлично играет в отборе соперник без мяча. Хороший пас. Что дальше? Пьер Эмирик Абамияк. Он забрал мяч в руки и может начинать атаку своей команды. Угадайте, что я сейчас делаю. Прямо сейчас, без подключенной зарядки, прямо у себя на коленях, я монтирую новый видеоролик. И вы можете подумать, что это все происходит на маке 2009 года, который я себе купил. Но нет, я себе купил новый мак. И отвечаю сразу на вопрос, поставленный в названии этого видеоролика. Почему не М1? Ну, потому что у меня просто нет денег на М1. Если вы хотели что-то тут другое услышать, то извините. Но на самом деле, когда я покупал этот мак, я даже не хотел про него снимать ролик. Во-первых, я купил его случайно. Во-вторых, он все-таки был больше для моих нужд. Дело в том, что все слова, которые я говорил про мак 2009 года, я не забираю обратно. Это все еще за свои 9000 прекрасная машина для работы с текстом, браузером и так далее. Я просто решил пойти дальше и найти себе что-то, на чем бы я еще мог монтировать. И я так кайфанул с этого нового мака, я провожу за ним, ну, буквально 20 часов в сутки, я не выпуская его из рук. Большинство задач с моего десктопа я просто перевел на этот ноутбук, потому что это легче делать. Ты можешь с кровати даже не вставать. В общем, в этом видеоролике я расскажу, зачем я купил макбук за 350 долларов или же 25 тысяч рублей. Почему он крут. И почему в ближайший год я даже не планирую обновляться на М1, потому что этот компьютер меня полностью устраивает. Пог далее. Да, все верно. До этого я ходил с макбуком, которому уже почти 12 лет, и его возраст меня совершенно не смущал. Угущает меня, например, мой телевизор на кухне, которому примерно столько же лет. Вот он действительно кажется старым. Там даже Android TV нету, вы понимаете? Зато я знаю прекрасный телевизор, в котором он есть. Toshiba L5069. Это надежный и адекватный за свои деньги телевизоры с диагональю 32 и 43 дюйма. И за свои деньги там просто куча крутых функций. Как, например, функция Active Motion Resolution, которая позволяет запечатлеть красоту и волнующие моменты при просмотре спортивной трансляции или же фильмов в жанре экшен. Усилитель контраста. Эта функция подчеркивает и максимизирует глубину света изображения. Подсветка Direct LED, которая обеспечивает более насыщенную и равномерную яркость. Ну и самая важная фишка — это встроенный хромкаст. С помощью него вы сможете смотреть мои видео не на маленьком экране смартфона, а на большом экране телевизора. Так что, если вы искали телевизор, который просто настраивается, которым просто пользоваться, Toshiba L5069 купить также очень просто. В описании вы найдете ссылку на магазин с хорошей ценой. В общем, это MacBook 13 конца 2013 года. И сейчас я вам буду объяснять, почему 13, почему конец 2013 года и так далее. В общем, в плане некоторых вещей придется повторить слова из предыдущего ролика про MacBook. Мне нужно было именно 13 дюймов. Все потому, что 15 дюймов — это слишком много. Мне кажется, что 15 дюймов — это больше для тех, кто хочет ноутбук, но при этом будет по большей части его использовать как стационарное устройство. То есть он будет его использовать на столе, на зарядке, и когда-то ему нужно будет его брать с собой в дорогу. В моем же случае есть десктоп. И монтировать вообще большинство роликов я собираюсь именно на нем. Поэтому какая-то супер заоблачная мощность мне не нужна. А заоблачная мощность у нас есть только в 15 дюймов. И помимо этого всего, как я уже сказал, 15 дюймов слишком много для меня. 13 дюймов — идеальный формат. При этом эти 13 дюймов еще и гораздо меньше, чем те 13 дюймов... Ох ты, какой тяжелый. Ё-моё. В общем, мои новые 13 дюймов, они гораздо, гораздо меньше, чем те... Ну не гораздо, ну реально, ощутимо меньше, чем те 13 дюймов, которые у меня были. Потому что, ну, во-первых, толщина, а во-вторых, еще и размер. А все почему? А потому что эта прошка уже с ретиноэкраном, с новым корпусом, тонким, классным, крутым, ну и, соответственно, ретиноэкраном. Давайте я вам объясню, что вообще за варианты есть на ву-рынке. Ну вот, чтобы не покупать макбуки на M1, потому что сейчас они стоят очень дешево. И Air на M1, который, ну, не сильно отличается по мощности от Pro, сейчас можно купить серым от 80 тысяч рублей. Я не шучу. И вы получаете супер мощное устройство, которое может решать почти все ваши задачи. Понятное дело, что, ну, кстати, я не знаю, насколько сложные задачи должны быть, чтобы их не вытянул макбук на M1. Но монтаж 4К видео крупных проектов, в том числе, там, плюс After Effects, возможно, какие-то 3D проекты. Все это M1 вытянет всего лишь за 80 тысяч рублей. В моем же случае нужно было компактное устройство, которое стоит дешевле, чем мак на M1. Потому что, ну, если бы у меня были деньги, я бы купил мак на M1. И на котором я бы смог с комфортом монтировать видео, при этом не всегда. Опять же говорю, монтажным устройством, а основным у меня остается мой пекарный M1. Адекватные варианты тренашек с хорошим железом начинаются как раз-таки с конца 13-го года. Все потому, что до этого у нас есть Retina 12-го года, Retina начала 13-го года. Прошу не путать начало 13-го года с этой, малыш. Конец 13-го года гораздо мощнее, чем начало 13-го. Все потому, что Retina 12-го года и начало 13-го года — это процессоры на одной архитектуре. Это Ivy Bridge. И изначально они все строились как вот первый процессор для Retina. Соответственно, 2К разрешения, они еле-еле его вытягивают. И по мощности вот самое минимальное, что можно получить за адекватные деньги — это все-таки конец 13-го года. При этом, скажу вам честно, я целился в 2015-й год. Все потому, что 2015-й год — это последний маки вот в таком корпусе, в котором есть много портов. По сути, это то же самое, что мы имеем и сейчас. Те же маки на M1, там корпус не сильно меньше. Он не сильно тоньше, ну, чуть-чуть совсем тоньше. Помимо этого, там нет портов, там все в USB Type-C, но там еще и яблочко не светится. В общем, начиная с 16-го года идут проблемные маки, потому что новый корпус, новая клавиатура, с которой куча проблем. Опять же, из-за нового корпуса проблемы с троттлингом. Сама по себе компания Intel уже к тому моменту хворать начала, и не просто так Apple перешли на свои собственные процессоры. Короче, исходя из моих задач и исходя из моего бюджета, три адекватных ноутбука было. 13-шка конца 13-го года, 13-шка 14-го года. У них одинаковая архитектура процессора, просто в 14-м году чуть более разогнутый процессор. Ну и 13-шка 15-го года, в которой совсем все хорошо, все идеально, там нет никаких проблем, там бродвел, архитектура. И как я уже сказал, покупать я хотел именно 15-й год. Но, знаете, тут так получилось. В общем-то, на Авито цены на 15-й год стартуют от 35 тысяч рублей. То есть, найти за 35 тысяч рублей вариантов очень много, это достаточно просто сделать, и Mac у вас будет в хорошем состоянии. Я же хотел немного сэкономить и ждал хоть какое-то предложение дешевле 35 тысяч рублей ближе к 30. И что бы вы думали, я нашел практически идеальный Mac конца 13-го года. В нем 400 циклов батареи, то есть менять ее пока что в ближайший год точно не нужно. И помимо того, что у него нормальное состояние, так мне и дали новую абсолютно зарядку для него с оригинальной коробкой. Чтобы вы понимали, со старыми Mac'ами всегда дают убитые зарядки, а тут она еще и оригинальная, потому что есть чек, есть прям оригинальная коробка. И она полностью новая, полностью нулевая, это прям топ. Стоило все это дело 25 тысяч рублей, и такая низкая цена, в принципе, вызвана тем, что изначально продавец выставил этот Mac за 32 тысячи рублей. Я случайно его увидел, мне в рекомендациях его выкинуло Авито, и продавец скинул его с 32 до 25 тысяч рублей. И я его сразу же забрал. Сильно ли я расстроился, что купил не 15-й год? Вообще не расстроился. Да, там новая архитектура, да, там более разогнанный процессор, там, по-моему, 2,7 МГц на каждое ядро, тут же 2,4 МГц. Но при этом, если процессор 2015 года и конце 2013 года сравнить в бенчмарках, то в среднем там прирост всего лишь 20%. А разница в ценнике, знаете ли, 25 или 35 тысяч рублей, это все-таки 40% разница. Так что Dill, Stonks, в общем, как оказалось, эти 20% мне не нужны, выполнять он может все мои задачи, работает просто идеально. И сейчас я вам все это продемонстрирую. В общем, ребята, сразу говорю, у меня конфигурация на 8 ГБ оперативной памяти и 128 постоянной. Насчет памяти нужно прояснить, это все-таки не основное мое устройство, и даже когда я буду здесь что-то монтажить, а я некоторые проекты уже здесь монтировал, использоваться будут исходники, лежащие либо на карте памяти из фотика, либо же с внешнего жесткого диска. То есть, поскольку это не основное устройство, мне ничего на нем хранить, кроме самих программ, не нужно. В любом случае, расширить место здесь очень просто. Достаточно просто купить NVMe SSD, и с помощью переходника за 100 рублей на Алиэкспрессе, ты можешь поставить его вместо эпловского SSD-шника. Короче, в любой момент я могу сюда вкорячить хоть терабайт, хоть два, но пока что мне этого не нужно, мне 128 ГБ с головой хватает. К слову, я почти полгода пользовался Mac'ом 2009 года на 256 ГБ SSD, и я заполнил там всего лишь 50 ГБ максимум. Немного хотел бы показать вам внешнего вида, как мне сказал продавец, компьютер редко транспортировали, и он в основном стоял просто на зарядке на столе. Состояние, что касается верхней крышки, всяких граней и так далее, практически идеальное. Да, есть естественные следы эксплуатации, которые, ну как по мне, только красит этот ноутбук. Он все-таки из алюминия сделан, а не из пластика, поэтому мелкие царапки выглядят просто как... Ну то, что это рабочее устройство, что тут, это естественно. Все самое некрасивое у него на жопе, да, тут стерлись ножки, и из-за этого, естественно, скородя по столу, он царапается. Я уже заказал на Алиэкспрессе новые ножки, стоят они, что-то, 75 рублей. Придут, поставлю, честно говоря, я его жопу видел два раза в жизни. Это когда покупал его и сейчас для видео перевернул. В реальной жизни я вообще это не замечаю. И вот та самая новая зарядка с оригинальной коробкой, там даже чек от магазина есть, просто топ. Эээ, здорово. В общем, тут в середине видео у нас появляется влог. Как вы заметили, я вам ничего не говорил про процессор, потому что процессор здесь, как вы видите, Core i5, 2.4 Гц, гигагерца. Архитектура, как я уже сказал, Hassel. Кстати, не спрашивайте, почему Mojave, потому что я позже вам об этом расскажу. Big Sur, он поддерживает, если что, не парьтесь. Главный бенчмарк, который будет в этом видеоролике, это непосредственно Adobe Premiere Pro, который у нас вот здесь вот находится. Почему не Final Cut? Да потому что, как я уже сказал, я еще монтирую на компьютере, и мне просто неудобно будет прыгать отсюда с Final Cut сюда на Premiere. В общем-то, у меня импортирован одинаковый проект, абсолютно один и тот же. Это предыдущий ролик про iOS 14, iOS 15, Beta 4. Так вот, на десктопе у нас сетап из восьмиядерного Xeon и GTX 960, и как, ну, соответственно, естественно, весь, все проигрывание, оно без каких-либо лагов и так далее. Правда, вот тут анимация немного, а не подлагивает. Ну, если мы сделаем буквально, наверное... Ну, остальное все абсолютно нормально воспроизводится. Что же у нас в случае с MacBook'ом? То есть, в принципе, если мы это все сделаем на Full'е, он довольно слабенько это все будет воспроизводить. Но в этом нет никакой абсолютно проблемы, потому что мы делаем одну-вторую, и все воспроизводится идеально. И как вы можете заметить, качество картинки абсолютно не поменялось, потому что сам экранчик воспроизведения настолько маленький, что от изменения... Ну, то есть от того, что он воспроизводится не в Full HD, а в HD, вы вообще никакой разницы не видите. Но все воспроизводится без лагов. Давайте чекнем, опять же, этот моментик с интер, где были анимации. Итак, анимации. Тут, правда, шрифты я не подключил новые, но... На моем десктопе даже, по-моему, не сильно-то и лучше воспроизвелось это. Хорошо, давайте еще попробуем все эти анимации посмотреть в одной четвертой. И, в принципе, так все даже неплохо показывается. И качество тоже довольно неплохое, из-за того, что, ну, экран сам по себе просто малюсенький. 13 дюймов, как-никак. Окей, ну и самый последний бенчмарк, это непосредственно рендер. Нажимаем экспорт на компьютере, нажимаем экспорт на макбуке и смотрим. В принципе, компьютер уже начал рендерить, и всего на рендер ролик у него уйдет 8 минут. Макбук же нам показывает время... Ух ты, да вы знаете, 12 минут. Ну, хорошо, сейчас он дуплится. Ну и контрольный замер, 10% на макбуке, 26%, наверное, сейчас будет 27% на десктопе. То есть, по сути, даже медленнее, чем в 3 раза. Даже чуть медленнее, чем в 3 раза. Как мне кажется, это отличный результат для двухъядерного процессора. Я думал, что результаты будут намного хуже. Да, наверное, не получится работать в каком-нибудь After Effects уж совсем без боли. Но базовый монтаж вне дома я могу делать, и, как вы видите, это даже не особо запарно по рендеру. Рендера всего лишь 2,5-3 раза дольше. В общем, для меня за 25 тысяч это вполне терпимые цифры. Говоря, макбук, в принципе, немного нагрелся, но вентилятор он вообще не подключил. Я не менял ни термопасту, ни чистил кулера, но он даже не включил кулера во время рендера. Это удивительно. В первую очередь хочу рассказать о том, что я получил с этим макбуком, в отличие от моего макбука 2009 года. И от чего я кайфанул в первую очередь. А рассказывать тут много есть о чем. В нем просто куча преимуществ. Во-первых, это суперкомпактный тонкий корпус. От толщины которого и мощности, которую он себе держит, ты просто каждый раз кайфуешь. Что тут нужно сказать, что мак 2009 года, я вам сейчас его покажу, он, да, намного толще. Ну, прям, по ощущениям, в два раза, но на самом деле где-то в полтора раза толще. Но при этом даже его мне было достаточно удобно транспортировать. Потому что это алюминиевый корпус, это... Ну, короче, даже мак 2009 мне был комфортен. Но эта штука еще компактнее. И это просто кайф. Я не понимаю, куда еще тоньше-то. Ну и, соответственно, за счет его тонкости, вот этих вот острых граней, ты просто от него кайфуешь. Это просто бимба какая-то. Второе, это шикарнейший ретинный экран. Тут нужно сказать, я был неправ. В ролике про мак 2009 года я сказал, что ожидал плохой экран, потому что все, кто сидели на ретинах, его обсирали. Но экран, хоть и HD, хоть и TN, оказался с хорошей цветопередачей. Ошибался я даже больше не в матрице. Понятное дело, IPS гораздо удобнее, чем TN. Особенно при монтаже. Потому что TN под разным углом, он разный цвет дает, тебе постоянно нужно головой вертеть. Но самое большое удивление для меня стало, что высокое разрешение реально очень полезно, в том числе с работой с текстом и браузингом. Я почему-то думал, что если мне нужно набирать только текст, только сидеть в браузере, то в принципе мне подойдет любое разрешение этого компьютера. Я же не работаю с фотографиями, или же не работаю там с видео, например. Но нет, когда ты видишь текст без пикселей, когда это вот просто буква там T, P, и ни одного пикселя там нет. Ты с этого, конечно же, нереально кайфуешь. Поэтому да, ребята, вот этот 2К дисплей в этом ноутбуке, он стоит все 25 тысяч рублей. Он просто фантастический. Вот тут я реально ожидал меньшего, а получил просто вообще что-то невозможное. Я не знал, что такое бывает. Я кайфую, каждый раз набирая текст. Я ненавижу писать сценарии, но от экрана я их полюбил. Я думал, это должно произойти из-за клавиатуры или еще чего-то. Нет, это произошло из-за разрешения экрана, блин. Ну и также я хотел бы отметить гораздо более крутые динамики. Они намного громче, в них классный звук. Очевидно, что он гораздо громче, чем в айфоне, он очень громкий, и один кайф слушать музыку. Если вы один в комнате, можете слушать музыку без колонки с мака, и вы реально кайфанете. Единственное, к этому звуку я привык где-то за день, и сейчас я перестал слушать музыку, потому что она для меня стала обычной. Ну и, конечно же, работа аккумулятора. При том, что здесь, в принципе, по размерам такой же аккумулятор, при том, что на своем маке 2009 года я менял аккумулятор на новый, а тут уже 400 циклов, работает он, ну, примерно полтора часа дольше. То есть, если мой мак 2009 года работал 4,5-5 часов от аккумулятора, при этом, если поставить новый аккумулятор, наверное, 6 часов плюс он точно выжмет. Естественно, названные мною цифры это чисто работы в текстовых редакторах, плюс браузер, плюс там телеграм и еще что-то, но должен заметить, что 8 гигабайт оперативной памяти здесь тебя полностью оправдывают. Я вообще не думаю об открытых приложениях, у меня открыто 10 браузеров по 100 вкладок в каждом, плюс телеграм, плюс Notion. И да, таким образом у меня выжимается 5,5 часов. Короче, автономность у мака просто дикая. Уточнить бы хотел еще раз с 8 гигабайтами оперативной памяти. Да, говорю снова, macOS каким-то образом работает абсолютно по-другому с оперативной памяти, нежели Windows. На винде, когда у тебя забивается оперативная память, он просто встает, и ты отсутствие оперативной памяти реально чувствуешь, когда она у тебя отсутствует. На маке же я не знаю, чем он жертвует, ну, потому что, очевидно, он чем-то жертвует. Но, как я сказал, я открываю кучу вкладок, кучу приложений, еще ни разу у меня не было никакой запары по оперативной памяти. 8 гигабайт, хоть их нельзя проапгрейдить, для моих задач более чем подходит. Так, я решил, что бенчмарка в виде Adobe Premiere Pro вам, наверное, будет недостаточно, поэтому давайте протестируем его в играх. Конкретно в одной игре, которую я решил скачать, это Counter-Strike Global Offensive. Ну, то, что доту качать глупо, Counter-Strike, так сказать, все понимают, все-таки дота играет, где думать надо. В общем-то, посмотрим, сможем ли мы... Эээ... Потому что Майнкрафт, ну, очевидно, здесь запустится, раз он запускался и на макбуке 9-го года, правда, на минимальных настройках. Тут, я думаю, даже можно будет с какими-нибудь шаидерами поиграть в Майнкрафт. Окей, кажется, уже здесь под лагерью. Что это вообще за шрифты такие? Это в маках, что ли, поставил? Как игру запустить? Я уже тысячу лет не играл в этот Counter-Strike. А-а-а, тут кнопку запуска куда-то вниз улетела, ну, прекрасно. Что теперь делать, интересно? А игру, чтобы вы понимали, не развернуть на всю, на весь экран, тут нет такой кнопки. Короче, для игр, видимо, мак вообще не очень подходит, потому что я не могу даже... Окей, если я Enter нажму. Эй, да господи! Я как-то смог попасть. Кстати, кулеры, слышите вы или нет, я не знаю, но они прям начали раскручиваться. В общем-то, в принципе, меню подлагивало, но сейчас лепосы даже очень нормальные. Понятно, что этот графон, наверное, самый низкий стоит сейчас. Мы посмотрим, что там выставлено. Опс, не понял. Ну, в общем, разрешение мне почему-то это не дает выставить больше, чем HD. Макбук просто полетел. Окей, но в целом, я думаю, что... Я не могу отмерить здесь FPS, но я думаю, что 30 FPS тут есть точно. В принципе, если захотеть, короче, сыграть в Counter-Strike на тачпаде, здесь можно. Играбельным, наверное, на маке можно назвать только Майнкрафт. Но это, кстати, неплохо, я люблю Майнкрафт. Как я уже сказал, в ближайший год я не собираюсь покупать мак на M1, даже если накоплю на него деньги. Объясняю почему. Давайте пройдемся по плюсам мак на M1, который стоит гораздо дороже. У него гораздо выше производительность, он сможет быстро рендерить мои ролики, что, как я уже сказал, для меня пока что не критично, поскольку монтировать вне дома я буду достаточно редко. Да и подождать часик вместо там 20 минут для меня прям не в лом. Плюс к этому всему будут проблемы с монтажом 4К видео, но в ближайший год я не планирую переходить на 4К, потому что это нужно все оборудованное менять. Мониторы, камера, железо, да та же видеокарта. А видеокарты сейчас в принципе не купить, поэтому мой переход на 4К пока немного задерживается. Время автономной работы. Да, мак на M1 работает по 20 часов, но в принципе я никогда в жизни не буду работать за ним 20 часов, просто потому что, ну, как минимум 8 мне нужны на сонный раз в сутки. Короче, для работы 5-6 часов работы от аккумулятора вообще достаточно. То, что мак на M1 нужно реже заряжать, это несомненно плюс, но пока что это опять же не критично. И да, зато на маке на M1 можно по несколько часов монтировать, когда аккумулятор моего ноутбука сгорает в монтаже, ну, буквально за несколько часов. Решить эту проблему тоже можно. На Алиэкспрессе можно купить вот такой вот переходник с USB Type-C на MagSafe. С помощью вот этой штуки мы можем заряжать наш макбук от 65-ваттного Power Delivery Power Bank. Да, это дополнительные полкилограмма, но стоят уже такие пауэрбанки достаточно недорого, и они реально могут заряжать ноутбук. Поэтому, если я вдруг окажусь где-то вне цивилизации, мне нужно будет там 7 часов подряд монтировать видеоролик, то в принципе спасти меня сможет пауэрбанк. Так что годик еще проживем. Ну и еще у макбуков на M1 больше тачпад. Это вообще не знаю зачем мне. И не нужно забывать, что маги на M1 в принципе по размерам, ну, плюс-минус такие же. Да, они еще тоньше, но, казалось бы, куда еще тоньше этой толщины, которая сейчас у меня есть, мне вполне достаточно. Но у них есть и минусы. У них, например, нету портов. Да, сейчас на Алиэкспрессе донглы стоят достаточно дешево, я согласен с вами, что это не проблема. Да и плюс те порты, которые есть на моем маге, они в принципе некоторые уже устаревшие. Например, Thunderbolt 2. Вот их тут 2, Thunderbolt 2. Вот что к нему можно подключить, я без понятия. На Алиэкспрессе даже никаких переходников на него нету. Лучше бы сюда дополнительный USB 3.0 вкорячили, ей-богу, их всего здесь 2. Но супер приятная штука это картридер, который я пользуюсь постоянно, и в случае с маком на M1 мне бы нужно было его носить отдельно. А прикинь, самое страшное еще забыть его. Так что такой порт это, несомненно, плюс. Ну и, конечно же, горящее яблочко. Которое, да, выдает то, что у меня старый мак, но мне вообще плевать. Они не знают, какая мощность здесь под капотом. Стоит вообще сказать, наверное, у вас с самого начала видеоролика возник вопрос, почему у меня мак мой не на Big Suri, хотя он поддерживает Big Suri официально, а на Mojave. При этом я бы его из Big Suri поставил, но это Mojave, вы можете увидеть это по нижнему доку. Я, честно, изначально поюзал его на Big Suri, и скажу вот вам абсолютно вот искренне, я не словил ни одного бага. То есть, работал у меня сутки на Big Suri, да, может быть, я еще не нагрузил его какими-то файлами, да, я на нем тогда не выполнял каких-то сложных задач, нет, браузер, текстовые редакторы, все работало просто идеально. То есть, в принципе, я бы даже не переходил бы с Big Suri обратно на Mojave, если бы не увидел один видеоролик. В общем, на YouTube есть чел, который лоб в лоб сравнил работу своего мака, правда, это была 12-шка 15-го года, она, возможно, даже слабее, чем мой мак, но это не особо важно. В общем, делал разные тесты работы то ли на Mojave, то ли на Каталине своего мака 12-го года против мака на Big Suri, соответственно. Разница у него была незначительная в производительности, там было чуть меньше баллов в бенчбарках на Big Suri. На это конкретно мне вообще пофиг. Но вот что меня заставило перейти на Mojave, это то, что он сказал, что батарея у него держала на Mojave на 15% дольше. Собственно, если найдут этот ролик, постараюсь вам это показать. И, в общем, я решил попробовать, перешел на Mojave, и я не понял, батарея держит долго. Типа, я прям таймер не стоял, свечку не держал, но держит она долго, возможно, это действительно дольше, чем на Big Suri. Все приложения, которые мне нужны, они работают прекрасно на Mojave, по дизайну меня Mojave сильно не смущает. Да, Big Suri чуть-чуть стильнее. Мне очень нравится док в Big Suri, мне очень нравится, как выглядит вообще дизайн-система в Big Suri. Иногда меня триггерит, и мне хочется перейти на Big Suri. В общем, если вернусь обратно на Big Suri, скажу вам либо в телеге об этом, либо у меня в инсте, так что подписывайтесь туда и туда. Обязательно. Многие в обзорах на Mac'и любят хвалить клавиатуру. Тут, я скажу вам честно, мне вообще плевать на клавиатуру. Ну, то есть, она печатает, она полностью работает, и окей. Да, вроде как она достаточно приятная, и да, вроде как от этого мне, наверное, приятнее вводить текста. Да, хотя я хрен знает клавиатуру, как клавиатура. Я что-то пытался такое затереть в обзоре Mac'а 2009 года, на самом деле, я ничего не чувствовал от этой клавиатуры, мне вообще плевать. Да, тут типа старомодные ножницы, которые типа оказались более крутыми, чем бабочка, которая оказалась факапнутой эплом, потому что там было очень много... Короче, залипала бабочка. Тут ножницы старые добрые, всё должно быть круто, и с клавиатурой у вас точно по-рублему не должно быть. Но мне лично вообще пофиг, она печатает, я вообще счастлив от этого. Большущий респект могу опять же выразить только тачпаду, это также казается и старых Mac'ов, в том числе Mac'а 2009 года. Единственное, я когда начал монтировать, понял, что монтировать на тачпаде всё-таки не очень удобно. Это возможно, здесь есть жесты, и это реально можно делать с комфортом. Но я могу вам сказать абсолютно точно одно, быстро монтировать на тачпаде невозможно. Я вам говорю об этом как один из самых быстрых монтажёров, по моей версии. Я пока что быстрее не встречал. Короче, с мышкой ты намного манёвренней. Да, я использую очень много макросов и хоткеев, но при этом мышка мне всё равно нужна, чтобы двигать плейбэк при монтаже. Двигать плейбэк, может быть, с файналкатом это как-то по-другому, но конкретно в премьере с мышкой ты гораздо манёвреннее и гораздо быстрее ты монтируешь. Просто физически с тачпадом это делать невозможно. При этом ещё нужно упомянуть, что при работе с тачпадом у тебя работает только кисть. При работе с мышкой у тебя работает вся рука, из-за этого кисть не нагружается, не устаёт. Но в целом тачпад очень крут, я использую Mac 99% времени без мышки, и ощущение, как будто ты пользуешься смартфоном. То есть все эти жесты, они шикарны. Сводив все пальцы, у тебя вылетают все приложения. Тремя пальцами вот так вот свайпаешь, у тебя предыдущее открытое окно. Два пальца назад, это у тебя предыдущая вкладка в браузере. Короче, всё очень круто. И пользуются системой для браузинга с тачпадом прям во. На винде даже жестами вы никогда не получите такого же кайфа. Ну и мне кажется, нужно подводить итоги. В общем, я не жалею, что не переплатил за Mac 2015 года. Я не жалею, что не потратил денег, которые у меня толком нет. Нет, в принципе, я могу прямо сейчас купить Mac на M1, но это будет существенно дорогая трата и достаточно бессмысленная. Купить Mac конца 2013 года, да, достаточно сложно за 25 тысяч рублей. Но как мне кажется, это реально. Особенно в Москве, где цены ещё ниже, чем у меня в Питере. Но в принципе, он стоит даже тридцатку. Учитывая то, что Mac 2015 года стоит 35 тысяч рублей, минус 20% его мощности, это как раз таки Mac конца 2013 года. Так что, в общем, если вы фотограф, видеомонтажёр, журналист какой-нибудь, например, вам нужно набирать кучу текстов, этот компьютер отобьёт по максимуму свои деньги в вашей работе. Так что можете смело идти и покупать это лучшее за свои бабки. Да, я тоже самое говорил про Mac 2009 года. Но тут, понимаете, разница в том, что если у вас нет 25 тысяч рублей, то да, покупайте MacBook Pro 2009 года. При этом хочу напомнить, что моё мнение немного поменялось, ввиду ретина экрана, который меня поразил. Я не думал, что это настолько крутая штука. Ну и тонкий корпус у него, конечно, кайфовый. В общем, я пошёл продавать свой MacBook Pro 2009 года и начинать понемногу копить на M1. Но куплю его, я вам отвечаю минимум через год, потому что это просто пушка. Решфорд. Хороший пас. Вот это чудеса в исполнении облака. Похоже, только ему одному понятно, как он смог вытащить этот мяч. Гости сейчас никуда не торопятся, результат их устраивает, а вот весь стадион не умолкается и стоит оглушительный. Опасную игру затеяли сейчас гости. Так можно довести ситуацию до откровенной грубости. Поэтому я не удивлюсь, если в конце матча мы увидим несколько стычек. Маркус Решфорд. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Решфорд. Чистый отбор. Грубый отбор. Тут и желтый увидим мы. Кайл Уокер. Есть шанс выйти вперед. Как здорово он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Бить можно и забивать. Контр. Гол он еще. Голос. 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 Все раз используют свой момент и забивают по второй раз в этой игре. Это вполне может стать определяющим моментом в матче. Они выходят вперед в самой концовке встречи. И похоже пас дойдет до адресата. Атака прервана, хороший перехват. Пошли последние 15 минут. И мяч переходит к сопернику благодаря прессе. И буквально подарил мяч сопернику. Немного залез за линию, было вне игры. Шикарный перехват и атака заканчивается в штрафной. У них может получиться неплохая контратака. Роберто Карлос. Ди Мария. Он четко играет в своей штрафной чистый отбор. Если они хотят еще на что-то претендовать в этом матче, сейчас самое время. Не хватило у них движения, чтобы мяч у себя оставить. Через Минье эта атака будет развиваться. Джорджинио Вейналду. Пас на Гаррета Бейла. Отличный отбор мяча. Можно провести контратаку. Вроде бы хорошая, быстрая контратака намечалась. Но одно неудачное действие. И, пожалуйста, мяч уже у соперника. Маркус Решу. Перехват. Дальше мяч не пошел. Из-за боковой мяч будут вводить. Судья решил много не добавлять. Минута до конца. Ну и гол. Даже не знаю, что сказать. Просто посмотрите. Сохраните себе. И иногда пересматривайте, когда пока. Дает главный судья свой последний свисток на сегодня. И он фиксирует. Ребята, всем привет. С вами Маныч. Вы, наверное, уже догадались, что сегодня выходит вторая часть по забросам. Которые будут у нас в полуфланга. И несут невероятную угрозу воротам соперника. Плюс. Я всегда говорил, что вы у меня невероятно крутые подписчики. Да, вы постоянно пишите мне много комментариев под роликами. Ставите достаточно много лайков. И из-за этого у меня всегда появляется мотивация. Рассказывая вам какие-то такие самые секретные фишки. По крайней мере, которые я знаю. И в которых я разбираюсь. И которые, соответственно, я могу вам объяснить. Так как прошлый ролик набрал 900 плюс лайков по забросам. Мы, соответственно, выпускаем вторую часть. Сейчас мы разберем один игровой момент. Который очень-очень интересный. И я уверен, что большинство игроков на это даже не обращает внимания. И не совсем понимает, как это все происходит. А я вам постараюсь это объяснить. И чтобы вы не просто шмуляли заброс непонятно куда. А чтобы вы разбирались и понимали, когда и куда надо кидать заброс. Потому что для меня это намного важнее. Чтобы человек именно разбирался в игре. Соответственно, разбираешься, тебе будет играть легче намного в любые абсолютно части фифы. Поехали. Итак, соперник выходит в контратаку. Делает передачу вперед на своего форуда. Мы хорошо Бруно перекрыли передачу. Сделали отбор. Отдали передачу назад цел один. Чтобы Бруно у нас сделал рвок. Хоть у нас и центральный полузащитник. Но все равно мы попробовали немножко растянуть левый фланг. Чтобы соперник на это среагировал. Канцело принимает мяч. Разворачивается вниз. И я вас всех прошу очень сильно внимательно посмотреть на миникарту. В данный момент игроки находятся в достаточно плотном построении. Соответственно, коридоры, допустим, между правым защитником и центральным защитником. Между центральными защитниками и левым защитником. Достаточно такие минимальные. Тут еще будет все зависеть от ширины защитного построения. Но команда находится в достаточно плотном построении. Мы делаем опускание быстрая мяча вниз. При этом опять Канцело поднимаем на левый фланг. Команда соперника под это реагирует. Видите, что команда вся находится на верхней части половины поля. Канцело разворачиваем. Отдаем передачу центрального защитника. И Бремером делаем перевод. Пауза номер два. Посмотрите теперь внимательно на миникарту. Вы должны заметить, что расстояние между левым защитником и центральным защитником выросло в несколько раз. Соответственно, у нас образовался коридор после быстрого перевода. Левый защитник принимает мяч. Обратите внимание, что мы сначала поворачиваем вправо, потом влево. А еще раз повторюсь, не надо всегда при приеме мяча поворачиваться в одну сторону. Сначала качнули, развернули. Соперник и команда под это реагируют. Где-то открываются коридоры. Трепье поднимаем наверх в сторону нашего опорника. Теперь мотаю все покадрово. И нажимаем кнопку L1. Соответственно, наш правый цопник, не важно кто у вас там будет, может спокойно попробовать ворваться в свободную зону, которую мы растянули. Трепье подготавливаем хорошо, да, под заброс. То есть мы идем немножечко наискосок. Нажимаем L1, R1 и кидаем за шиворот. Принимаем мяч. Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. У нас впереди вторая половина 2022 года. Возможно, время озадачиваться вопросом ноутбука. Очевидно, если у вас уже есть ноутбук, вам надо подумать, насколько он готов вытягивать в ближайший год все те задачи, которые вы на него возложили. В плане работы, может быть, игр, автономности и так далее. И если где-то ноутбук начинает немножко не вывозить, может быть, стоит его проапгрейдить? На самом деле, не обязательно для этого покупать новый ноутбук. В современных ноутбуках можно поменять две вещи, которые значительно ускорят его работу. Первое, это, конечно же, SSD-накопитель. Если у вас обычный жесткий диск, ставьте SSD, и будете супер. Второе, если у вас есть 8 гигабайт оперативной памяти, достаточно добавить еще одну планочку, чтобы у вас было хотя бы 16, и это тоже даст приличный прирост. Но все-таки, если у вас уже устаревшая модель с не очень современным процессором, вполне возможно, требуется более главный. YouTube, welcome back to the channel. Today, we're going to be going over the Team of the Year promo and how you can probably be making coins the next two days. It could potentially be really easy. You can make a lot of coins if you get on some bids, some filters. So we'll talk about those. Give you guys some filters to look out for. We're also going to look into potential investments coming up this weekend. We'll talk about that for a little bit. Not too crazy, maybe more this weekend, just because I'm not sure how many people want to go crazy on investments during Team of the Year. Because if you're like me, I have a thousand plus packs I want to open and I don't want to focus on going all in on an investment. But before we get into all that stuff, we're going to talk about content today on Wednesday. If you want to have millions of coins in FIFA 23 like me, go to u7buy.com for cheap, fast, and reliable FIFA coins. Make sure you use code TEDDY at checkout to get 5% off your order. Link is in the description down below. Content today on Wednesday was boring. It is going to be pretty short going over content. We got, let's go to live. We're going to go all the way back here, right? Not even all the way. Boom. That's what we got. I mean, I told you guys we're probably going to get this on Wednesday, but, you know, maybe something else like a daily SBC or a Richarlison SBC. But no, that's all we got. No, it was just kind of blah. Like trading, trading on these kind of days as well, it's not as easy as it is on other days. It just kind of stinks when I'm streaming on a Wednesday and you got people coming in and they're like, hey, what do I invest in? Hey, what do I do this? But like, you know, on a Wednesday, all of our investments, like 83s borderline tripled, 84s almost doubled. And I'm like, you know, all the investments are up in price. You can trade, but like there's also no supply because who in their right mind is like, hey, it's Wednesday. I saved all my packs for team of the year. Tomorrow on Thursday, all team of the year is going to be in packs. I'm going to open my packs now for defenders, team of the year only. You know what I mean? There's like no supply. So it was just like the market was blah. There wasn't too much movement as well because there wasn't a lot of content. So it was just kind of blah, basically. We got team of the week too. So let's take a quick peek at team of the week before we get into everything with the filters and all that. It's kind of a pretty cool team of the week. So we'll give this a peek. We got a Mahrez, five-star skill move Mahrez. Pretty cool card. You know, we got the legend. El Shirovay. Five-star skills. Three-star weak foot. Really cool card, actually. I know someone, Elliot from my stream, is trying to flip him overnight. Maybe he pulls a Rashford, but a little risky there. I really like what EA is doing with team of the week, though. They're boosting the card so much, and it's, like, actually making team of the week somewhat exciting. I mean, look, 80 pace to lick. That's pretty cool. The El Shirovay, the upgrade on him is pretty dope. You look at the bench. I wish they did the upgrade to Enketia. If they could have done, like, the double upgrade or whatever it is on Enketia, oof. Oh, man. Give them, like, four-star, four-star as well, but it is what it is. Anyways, yeah, team of the week, pretty interesting. Just wanted to kind of talk about that. Also, EA messed up today. Anyway, if you were opening packs, there were a few people packing gold Courtois instead of team of the year Courtois. I don't know if it happened with, like, Van Dyke and other players like that as well, but I know for sure Courtois, people were packing his gold, and it's way easier to pack a gold card than a team of the year, and EA came out and tweeted that, said, yo, we messed up, and if you pack gold Courtois, you're getting team of the year Courtois. So whenever that team of the year Courtois gets compensated onto people's accounts, his card is probably gonna crash in price because that'll be a lot of supply. So there's that. Here's all my gold rare bids. I have 300 packs now for team of the year on Thursday, Friday. I think I'm gonna wait till Friday. I'm excited for that. But let's get onto bids. If you guys were here last Friday, if you were in the stream, if you watched the YouTube video explaining what to do, you know how crazy it was. I explained this the other day as well. Well, you know, when you're talking about it, people might be like, what? There's no way that actually happened. But bids on Thursday and Friday, tomorrow on Thursday and Friday as well, might be crazy because on Thursday, tomorrow, we are expecting full team of the year to be released. And on top of that, the team of the year icons are still in packs. So a lot of people are probably going to open lightning round packs. They're going to open their own saved packs. So that's a lot of supply. When there's a lot of supply, you're going to see bids and cards flooded onto the market. And basically what happens is there's too many cards. You can't watch all the cards and some of them slip through for really cheap prices, AKA you're going to buy 84s for literally 1,200, 1,100 coins on bid. Meanwhile, they sell for 3,000, 4,000. You're going to get 85s for 2 or is it 3K on bid? 86s for 4,000 coins on bid. We've seen 87s for 5,000 coins on bid. So meanwhile, 87 sell for like 20,000 coins. So that is what you can potentially be seeing on Thursday and as well on Friday. That's what you want to keep an eye out for. When you're doing filters, you can choose a player. Go to footpin. If you go to my stream and type exclamation point cheapest, you know, the exclamation point and then just type cheapest, it pops up with it. But basically on footpin, you just go here. It's a little SBC image. Click cheapest player by rating. And it shows you all this. So you can literally just pick, say, I want to bid on cards because there's a lot of supply. I'll bid on Oyarzabal. And there you go. You can just kind of find players that way. If I'm like, hey, go bid on 84s, that's how you can kind of go find some 84s. But basically, what you want to do is look at their price range. When I look at Oyarzabal, his min price is 1,100 coins. So I'm going to go min price 1,100. And it's like, he's 5,000 coins. All right. I'll do max price like 1,800. And what you're going to do is search that. And we're 23 minutes out. But when there's a lot of supply, aka Thursday or Friday, you're going to search and there's going to be, you're going to be on like page four and you're still under a minute. And when you're seeing something like that, that means, okay, there's a crap load of supply. These guys are going to go for really cheap on bid. It's really, really simple. So you would literally, what I would personally do, I'd just go bid 1,200, 1,200. I'd go bid on every single one. I'd bid, 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 bid. And once my transfer targets are full, I'll then go and I'll try to outbid people and still get deals on the cards that I bid on. If someone outbids me at 1,300, I'll go bid 1,400. So you can do that with 84s. There's more profit with the higher rated cards. Because if you bid on an 86 for 4,000 coins and you can sell it for 15K, that's better than buying an 84 for 1K and selling for 4K. You know what I mean? So there's that. You can just pick, instead of like picking a player as well, if we know 84s are in this min, their min price is 1,100. That's what like all the 84s are pretty much. You can just go like that. Min price 1,100, max price 1,400 and searching that price range. And you'll probably find a lot of bids on 84s. If you look at 85s, we look at 85s, their min bid range is 2,100. So we'll probably go 2,100 and then maybe up it to like 3K. If you search that, you're probably going to find a lot of bids for 85s. One thing I want to mention is when you're bidding, you know, use your brain a little bit. If it is content drop and you start bidding and you're like, Teddy, what the heck, man? You told me this was going to be good. What's going on, bro? There's no bids. Come on, man. You're a scammer. You're a crappy person. Don't come at me like that. Use your brain. If you open packs, no one's going to open packs before content. Content is 1 p.m. Eastern Standard Time or 6 p.m. UK time. You got to wait till content. Everyone starts opening packs at content. But then guess what? It takes an hour for the bids to pop up from the cards that they listed. So if content's at 1 o'clock Eastern Standard Time, you got to wait till 2 o'clock to get on bids. Make sense? Capisce? Comprehendo? Okay. So don't be that guy when it's like 50 minutes after content and you're like, bro, what's going on? Why can't I bid on any cards? It happens every stream. It happens when it's lightning round. So don't be that guy. Do not be that guy. But yeah, bids. I highly recommend bidding on fodder. It's the easiest thing. No matter what you're bidding on, make sure it's gold rares. You can try special cards 100%. You can get deals on special cards quite often, but I prefer to do the gold rare route. I've found personally, I've found more profit going that route. So either pick a player or get a filter that targets a specific rating and then just kind of fly through on the bids, bid, 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 and then go and try to get into some bidding wars and outbid some people and try to get some deals. So there's that with the bids. And Thursday, it's very interesting because Thursday is full team of the year. Team of the year icons are out. So I would think tomorrow on Thursday, a lot of people open packs and we're going to see a crazy amount of pack supply. Also, I would think Friday because Friday is full team of the year. Team of the year icons leave packs. But then we have team of the year honorable mentions and the 12th man. Holland won the 12th man vote. So Holland's going to be getting his team of the year. So even more pack supply, more lightning rounds as well. So I honestly, both days could be really good. I don't know which day is going to be better, but it should, it should, it should, doesn't mean it will, it should be a really good day for bids. So definitely, definitely hop on that. Keep an eye out for it. And any like questions you guys have fodder wise, I don't have prices. I can't predict what's going to happen tomorrow on Thursday. For all I know, I tell you guys, 84 is right now or 5,000 coins. For all I know, they go down to 3,000 coins. I don't know what's going to happen to them. So I can't really try to predict some of this stuff for you. Like, look, let's say Thomas party right now is five, four, nine. I can't really predict what he's going to be tomorrow on Thursday. There could be a crap load of pack supply and he comes crashing down in price. So, uh, if you want fodder prices, I'll try to post them tomorrow, but I don't know if I want to be going too crazy on fodder investments necessarily tomorrow on Thursday, just because all of the supply over the weekend. So we'll, we'll kind of talk about that. We'll talk about that more. So when the weekend comes up and fodder prices, but the next thing I want to mention is honorable mentions. Those cards are kind of slowly getting leaked in some of them are maybe a little better investment wise than some of like the actual team of the year cards. The team of the year cards could do decent as well, but I want to keep an eye out on them because think about it. If full team of the year is tomorrow on Thursday in a lot of people open packs, then those gold cards are going to get supplied. The team of the year ones like gold Teo Hernandez, he's going to be out of packs. He's currently out of packs. He's going to stay out of packs because full team of the year comes into packs, but the team of the year, honorable mentions are in packs on Friday. So I'm thinking, Hmm, if these cards are going out of packs on Friday, if they get a ton of supply and they dip down in price, I might want to keep an eye out on them for a potential investment. Cause I was looking at last year, uh, last year, 83, what's his name? 83 Edward Mendy. I believe he was 1000 coins around team of the year, but then he went out of packs with his honorable mention and he went all the way up to like 3000, 3,500 coins. But then I was like, okay, let me go check out other 83s and see what happened. I looked at Axel Witzel. The, I think he played for Dortmund. I don't know if he still does. I looked at him and he went from 900 coins during team of the year up to 1100. So I'm like, okay, maybe buying some of these honorable mentions that go out of packs might be a decent move. So Holland 12th man, keep an eye on him. He's going to be getting the 12th man on Friday. If we go look at 88 overall cards, they are currently, he's the price of 88 overall cards. So if 88's come down and Holland comes down, maybe think about buying them. I know Sokka's leaked. Harry Kane is leaked. Uh, maybe Valverde gets a card. That could be interesting. Alphonso Davies. Alphonso Davies. We were on stream today when that got leaked. He was like seven, seven, two, seven, three. And I was like, yo, this guy's going to go over 8,000 coins. Sheriff just leaked it. Oh man. Here we go again. As soon as the sheriff leak comes out, stuff starts to rise and he's actually back down to price a little bit. He's still kind of up there. 8.3 thousand coins. 8,300 coins on Alphonso Davies. So kind of watch these cards. When I look at that, this Alphonso Davies as well, you know, he goes out of packs. He's a decent card, but he also links to Sadio Mane. So that's interesting. Little double whammy sort of investment right there. And I think his max price range is 13k. To be honest, I wouldn't be too surprised if he, if he goes up a decent chunk out of packs. We'll have to wait and see. I might go the safer route and just stick to a fodder type card. But yeah, I definitely wanted to mention that with Alphonso Davies, with any of the honorable mentions, if they do get a decent amount of supply tomorrow on Thursday, you might want to look into potentially buying some of those. I'll post it in my VIP trading discord. By the way, if you want to join the VIP trading discord, you just got to subscribe to the Twitch channel. If you have Amazon Prime, you can subscribe for free. Every single month, you can subscribe for free with Amazon Prime. It supports me. You don't have to watch ads on my stream and you get access to the VIP discord. So do it. Take your parents' Amazon Prime. Say, hey mom, give me the Amazon Prime password. What's going on, buddy? Yeah. Say it like that. Tell them I said to do that as well. Okay. Trust the guy on the internet. I would never hurt you. That makes it sound like I would hurt you. That's mad. So I also want to mention like selling stuff. If you guys have investments, by the way, I was spot on. I told you guys these gold rares are going to be probably 800 to 900 coins Wednesday slash Thursday ish. They're already pretty much there. And then they'll probably come down in price because so many packs are being opened. And then Sunday, Monday, Tuesday, when the pack supply kind of falls off, we're going to see these cards over a thousand coins, AKA gold rares, all gold rares. It doesn't matter what gold rare you buy. They're all going to be probably over a thousand coins Monday, Tuesday, Wednesday around there. But if you want, you know, because tomorrow, Thursday and on Friday could be such good trading days. You might want to sell the gold rares so you can have those coins and have that space to be trading. I recommend that if you have investments as well, fodder and stuff like that. I sold everything. High rated fodder. I got to get rid of a couple of these, uh, De Bruyne's Tio Hernandez out of packs. I'm not too worried about them, but you know, if you don't have as many coins as me, you might want to sell and, you know, use those coins to be trading the next two days. So definitely you want to be selling a lot of stuff. I think a lot can be coming down in price, especially if you have golds in your team out of pack specials. I don't know if you have to worry too much, but definitely golds keep an eye out for them. Also, Vinicius jr. I, how much is he? That could be a good move, but this is jr. If he comes down in price tomorrow, it could be a decent one. Just keep an eye out for sheriff on Twitter, foot sheriff on Twitter. He does all the leaks and yeah, 23k. Maybe if he comes down below 20k, it could be really interesting. Definitely be a little bit of a pickup, but that's basically it guys bids. It's, 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 that's, it's as simple as that literally bidding on anything. You don't even have to pick fodder to bid on. You could go bid on Vinicius jr. And try to get a bunch of bids for like 10k, 12k. It could very well be possible. It's stupid easy getting on bids when there's so much supply. That's it. I'm just going to say bid, 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 bid. You come to the stream, ask me what should you do? I'm going to say bid. Okay. Thank you guys for watching this video. If you want to join the streams, join the trading discord. The links are in the description down below. Thank you. 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 который занимается криптой там уже 6 лет, и как человек, который старается следить за разными скам-схемами, который уже не первый раз покупает что-либо БУ. Короче, я вас предупреждаю, это настолько стыдный бред, что лучше бы я эти деньги просто потерял на улице. Сегодня поговорим о покупке БУ техники за рубежом. Почему на иностранных площадках с объявлениями больше мошенников, чем в России? И при чем здесь гуманитарный кризис в Украине и ЕС? Эм, прям сейчас бабушка написала о том, что в магните бананы по 55 рублей. И вы, может, сейчас будете смеяться, но это на самом деле была большая проблема при переходе с iOS на Android. Как известно, почти во все магазины сейчас нужны карты лояльности. И перенести все карты с одного смартфона на другой, залогиниться во все приложения, это помимо того, что очень долгий и трудоемкий процесс, так еще и эта пачка приложений на вашем телефоне занимает приличное количество памяти. Но оказалось, что решение есть. И это приложение Кошелек. Если вы до сих пор носите с собой физические дисконтные карты, то это приложение просто спасение для вас, потому что любую карту можно отсканировать и добавить в ваш аккаунт. Причем приложение Кошелек само определяет, где на карте штрих-код и ставит красивую обложку карты. У магазинов-партнеров вы можете выпустить карту прямо в приложении абсолютно бесплатно. Например, у меня никогда не было карты магнита, так что сейчас я, видимо, еще и какие-то бонусы за свои бананы получу. Также прямо в приложении вы можете получать кэшбэк от партнеров. Для этого после покупки нужно отсканировать чек и получить деньги на баланс в кошельке, которые впоследствии можно вывести на карту. В общем, приложение очень крутое, не только как инструмент для хранения своих карт, а еще и как кэшбэк-сервис и агрегатор различных скидок и акций. Я, например, вообще не знал, что можно за какие-то покупки возвращать деньги по чеку, типа уже после покупки. В общем-то, начать экономить вы можете уже сейчас. Для этого нужно скачать приложение «Кошелек» по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Начать стоит, наверное, все-таки с того, как это вообще произошло. Как вы знаете, рубль неплохо укрепился. Ко всему прочему, еще и евро на фоне доллара тоже неплохо просел. Ну и, короче, на одном из стримов последних на Твиче с Кириллом мы смотрели БУ-технику Apple в Германии. И для тех, кто никогда не слышал, просто Кирилл, мой друг в Германии, который мне должен был помочь купить этот MacBook. В общем, у них там для размещения объявлений есть специальная площадка, которая называется «Ebay Klein Anzeigen». Я, если что, знаю немецкий, у меня уровень C1. Площадка, кстати говоря, говно полное. Ничего себе общего не имеет. Да еще и как бы до авито. Ей просто как до луны. Это, к слову, вообще развитость IT-сервисов в Европе. Но позже я расскажу, почему говно полное, и почему авито после всего пройденного вызывает уважение, потому что по функционалу и безопасности он просто в разы лучше. И, в общем, получилось так, что через неделю уже, 27-го числа, Кирилл должен приехать из Германии в Россию, и он мне в целом мог привезти что-нибудь из Германии. После того, как мы посмотрели несколько вариантов того, что можно купить, мы остановились на Mac'е. Mac'е на M1, Air'ы в Германии бэушные продаются за 600 евро. Хочу сделать большую помарочку, уже, я не знаю, может быть, это все скам-объявления, но за прайс 600 евро их появляется очень много в день, ну, там до 10 новых объявлений в день. Вы сейчас могли перевести 600 евро по текущему курсу 55 рублей в рубли, и у вас бы получилось 35 тысяч рублей. Это не совсем правильно так делать, потому что новый MacBook Air'a M1 сейчас в Германии продается от 950 евро, что как бы в пересчете на рубли 52 тысячи рублей по текущему курсу, что тоже вообще очень немного. Я мог купить Mac просто новым, добавив всего лишь 300 евро, но я подумал, зачем мне это, сэкономлю треть и куплю его бэушным. И да, я действительно уже не знаю, есть ли там вообще нормальные объявления на этом немецком Авито. Причины этого мы обсудим чуть позже, но в целом я находил вроде как достаточно живые объявления. Там продавал какой-то магазин, то ли рефербишт, то ли просто перепродавал какие-то комплектующие у них там сервисы. Короче, они гуглились и сайты их, и отзывы как бы на Google Maps'а, но тот Mac за 600 евро я не успел купить. В общем, несколько дней я вынашивал эту идею, потом собрались мы в какой-то вечер и начали как бы отписывать всем продавцам, которые как бы подходили под наши критерии, под нашу ценовую категорию. И тут оказалось, что большая часть объявлений, по которым мы написали, это скам. То есть объявлений скам прям очень-очень много. Чекалось это достаточно просто, ну, начиная с того, что просто пишешь продавцу, сделаешь какую-то дополнительную фотку устройства, либо же просто скачиваешь фотографию из объявления, закидываешь его в Google картинки и смотришь, были ли какие-то вообще подобные сайты с этим объявлением. Находились те же самые сайты на немецком ebay. Короче, скамеры чекались очень просто, они отвечали достаточно быстро, а вот реальные объявления вроде как, ну, поскольку, во-первых, нужно еще уточнить, то что немцы ложатся очень рано, потому что все живут в регионах, они ездят в город, и поэтому там часов в 10 они уже в сети, большинство из них не активны. И мы тем вечером отписали там максимальному количеству продавцов, вы на следующий день начали ждать, когда нам кто-то ответит, когда закончится рабочий день и так далее. Отвечали разные люди, там были разные сложности, кто-то не хотел там таким способом деньги получать, кто-то там не хотел в такой-то день отправлять и так далее. И отписался один чувак, у которого был Space Gray MacBook M1, за 600 евро, все четко, он написал то, что окей, можете оплатить по безопасной сделке ebay. Безопасная сделка ebay работает в теории точно так же, как и на авито, вкратце вы получаете товар, разблокируете деньги и как бы они отправляются продавцу. И чувак так типа уверенно отвечал, типа на все вопросы нам ответил по поводу Мака, что у нас как-то не закрылось вообще никакого сомнения, то что он действительно реальный продавец. При этом я говорю, накануне мы все объявления проверяли, проверяли в Google картинках, и сработала та тема, то что он сам написал, давайте через безопасную сделку. Так вот, кал безопасной сделки в Германии в том, что она берет 5% за свою оплату, и получалась бы покупка на 30 евро дороже. Учитывая еще все комиссии, потому что я платил со своего немецкого счета, не спрашивайте, откуда у меня есть немецкий счет, он у меня был. Но чтобы мне туда закинуть деньги, это нужно было делать через крипту, соответственно, еще там несколько комиссий, и того покупка выходила бы дороже, чем там 630 евро, ну в 650 евро. Соответственно, я решил сэкономить эти деньги, и мы написали ему, окей, а можно ли скинуть напрямую на счет? Потому что он сам предложил по безопасной сделке. А, и вы еще можете подумать, что я совсем кретин, решил просто кинуть деньги на счет без безопасной сделки. Тут еще не только в этом суть, дело в том, что эту безопасную сделку на немецком eBay добавили совсем недавно. Кирилл до этого, он покупал и макбуки, и что он только не покупал на немецком этом Авито, он всегда кидал деньги на счет. И, типа, это была норма в Германии, и поэтому, я не знаю, это как-то усыпило мою бдительность, и... да и, ну я знаю, короче, я дурак, я отбил, но почему-то вот эти истории меня так вдохновили, потому что ты кидаешь на счет, и... не знаю, может быть, вариант того, что полиция как-то более активно работает в Германии, меня вдохновила, и я подумал, ну да, это логично кидать деньги на чужой счет, и не знать, что дальше будет с товаром. При этом, вот, думая сейчас, и вспоминая все свои покупки на Авито, я бы в России никогда бы не скинул деньги чуваку на счет. Да более того, на Авито, если чувак хоть заикнется, хоть что-то напишет про скидывание вне Авито, сразу же прилетает бан автоматически. Бан, естественно, не от меня, а от Авито, просто это бан слова любые там на переводы куда-то и чего-то. Чувак, естественно, согласился, скинул реквизиты своего счета, уже как бы мы отправляли деньги на счет, мы увидели то, что... И это... вот, я не понимаю, почему меня тогда это не смутило, но мы увидели то, что имя и фамилия чувака украинская. Его звали Дмитро Подуфалый. Окей, здесь никакой сути, как бы, никакой связи с нацией нету. Вы дальше поймете, почему реквизиты именно украинские. За этим скамерам мог стоять даже чувак из России, в целом, откуда угодно, из СНГ. Но я тогда еще ничего не знаю, я как-то подумал, ладно, окей, спешили, мы очень спешили, и весь скал был в этой спешке, потому что нужно было еще получить этот макбук, и уже там буквально через неделю Кирилл улетает. Он уезжал немного раньше, чем должен был приехать в Россию, то есть это не суть важно, времени было очень мало, и это уже было там десятое объявление. Соответственно, на десятом объявлении, когда чувак мне уверенно сказал, да, вот можно безопасную сделку, все оплачиваем, типа, все готово, все могу продать. Вчера он выложил этот макбук, я не знаю, почему-то меня ничего не смутило. Тем более, еще раз повторюсь, я все проверял эти объявления. И да, я понимаю, что как абсурд звучит то, что я покупал у украинца что-либо в Германии, блядь, но просто Кирилл, помимо того, что до этого многие вещи покупал на Авито вот этим вот переводом, он еще и один раз покупал у русского. И в целом в Германии большое русскоязычное комьюнити, русских там много, поэтому, оглядываясь назад, конечно, кажется, что это бред. Типа, мужик, какого хрена ты кинаешь деньги в украинца в Германии? Я не знаю, под чем я был в этот момент. Переводим деньги на счет. Что удивительно, он запросил квитанцию о переводе. Деньги дошли, мы ему отправили квитанцию, он отправил все окей, завтра моя жена пойдет на почту и отправит посылку, я скинул вам трек-номер. На следующий день показалось, что так и произошло. Кириллу пришла смс-ка от немецкой почты о том, что на ваше имя как бы сделано отправление, но трек чувак не прислал и перестал отвечать нам. Отправить он должен был в субботу, в воскресенье не рабочий день, соответственно, дойти макбук должен был либо в понедельник, либо во вторник. Но смс-ка пришла о том, что какое-то отправление создано и как бы мы подумали, окей, может быть, он просто не успел, забыл выходные и так далее. Короче говоря, вчера был вторник, последний день, когда в теории посылка должна была дойти, она не дошла. И тут, внимание, самая тупая вообще часть всей этой истории. Я зашел на комп, в папку загрузки и увидел то, что я скачивал фотографию этого объявления. И это была единственная фотография из объявления, из чего можно сделать логичный вывод, что я сохранил первую фотографию объявления, проверил ее в гугл-картинках. Меня смутило это объявление, потому что я увидел, что есть другие кучи еще объявлений с этим же макбуком. И я даже не стал сохранять и проверять следующие картинки. Потому что у всех других объявлений у меня было сохранено по куче картинок. Короче, оказалось, что мы знали, что это скам, но почему-то я не помню, по какой-то причине мы вообще написали этому чуваку. Писал Кирилл, писал не я, потому что на этом сраном немецком ибэй нельзя зарегистрироваться без немецкого номера. В общем-то, это был ответ на вопрос, почему посылка так не пришла. Я не знаю, зачем он требовал квитанцию. Ответ на вопрос о посылке, об смс-ке довольно прост. Скорее всего, он просто оплатил отправление онлайн, но не принес как бы посылку. Система точно такая же, как и с почты России, если вы отправляли когда-то. Зачем нужно было вот это вот после того, как ты уже получил деньги на следующий день? Возможно, чтобы усыпить внимание, была какая-то возможность вывести эти деньги в крипту и так далее. Я расскажу сейчас обо всех схемах. Ну и чтобы, соответственно, наверное, полиция не успела тормознуть эти деньги. Короче, да, история в том, что, блядь, я просто скинул деньги на счет украинцу, какому-то, не суть важен, короче, его нации, просто какому-то челу в Германии, и мне не отправили макбукс. Я сказал, я сказал, это самая тупая история скама вообще на планете, о котором мы заранее знали, что это скамер. Я даже записал видео с экрана о том, что это скамер, и там даже Кирилл нашел это объявление на фейсбуке с теми же фотографиями, которые были выложены 4 недели назад. И после этого я нашел в гугл-картинках кучу объявлений с этим же маком. Но я просто об этом забыл, и мы зачем-то написали ему, и на следующий день уже, когда ты все забыл, он так уверенно написал, все, давайте защищенную сделку, мы такие, да давай, просто скинем, опять же, как я уже сказал, Кирилл так уже кучу раз делал. Но я разобрался в этом всем, и как оказалось, в России есть гигантское комьюнити просто промышленных масштабов. По скаму на этом немецком Авито продаются курсы, причем под ключ, где тебе выдают все расходники для того, чтобы заскамить немца. И сейчас я вам все это продемонстрирую. Жаль, я об этом узнал уже после того, как свои 600 евро отдал кому-то, видимо, из русских, потому что вряд ли, может и украинец, но вряд ли это был немец, и скорее всего, чел из СНГ. Я решил разобрать всю схему того, как Дмитро подуфал и меня заскамил. И получается, что мошеннику для того, чтобы довольно просто развести немца, нужны три составляющие. Во-первых, это аккаунты Бэй, их не зарегистрировать в России, нужен немецкий номер телефона, как я уже сказал. Но при этом все мошенники пользовались старыми аккаунтами, которые были давно зарегистрированы, и у которых был высокий рейтинг. У них были продажи, были 5 звезд. В общем-то, этим аккаунтам реально, я думаю, что немцы доверяют. Пока не все узнали о таком скаме. Следующая составляющая и самое сложное, что было бы для мошенника пару лет назад, и что остановило бы его от этого скама, это банковский счет в Германии или же в любой стране ЕС. Понятное дело, сейчас уже на русский паспорте никто нигде никакой счет не откроет, но даже до 24 февраля вы в целом, за исключением пары нюансов, не могли со своим паспортом, не являясь резидентом ЕС, открыть счет в нормальном банке ЕС. А если бы мошенник решил выводить деньги на свой счет, то это легко бы отслеживалось полицией, банк бы передал ваши данные и вас бы легко отловили. Из этого уходит ЕС, он, соответственно, на свои документы, как мы уже с вами выяснили, не может. Ну, либо может есть какой-то сумасшедший чувак. Собственно, поэтому я и думаю, что меня развел все-таки не Дмитро под Уфалой, а либо этого человека вообще не существует, либо он даже понятия не имеет о том, что у него есть какой-то счет в Германии. Так вот, при чем здесь текущий украинский гуманитарный кризис? Дело в том, что вы все знаете, что сейчас в Европу приехала куча украинских беженцев. И в связи с этим многие банки, в частности, нео-банки, то есть всякие виртуальные банки, типа Революта, TransferWise N26 и так далее, и так далее, начали в упрощенном порядке выдавать счета беженцам, собственно, чтобы решить как можно быстрее эту ситуацию. Сложно, конечно, предположить, как еще можно было поступить в данной текущей ситуации, потому что это все-таки серьезный гуманитарный кризис. Но этим серьезным гуманитарным кризисом начали пользоваться и мошенники. В частности, Револют популярный, или же вот мы, например, кидали деньги на счет банка Бунг. Все это виртуальные банки, которые сейчас выдают счета украинцам, там буквально даже не по паспорту можно счет открыть с помощью водительских прав Украины. Я думаю, ребята, которые живут в Украине, знают, насколько просто купить, во-первых, водительские права в Украине, а во-вторых, для того, чтобы просто открыть счет сейчас в ЕС, вам даже не нужно, чтобы эти права бились как-то в базах. Ну, собственно, сами понимаете, в текущей ситуации, да и не только в текущей ситуации. В принципе, как вам банк ЕС проверит, действительно ли это реальный водительский права, тем более Украины, которая вообще в ЕС не входит. В общем-то, в связи с этим огромное количество разных аккаунтов, всяких, нообанков европейских продается в сети. Ввиду популярности и большого спроса, и того, что делается это, легко за пару минут открывается счет, и весь KYC верификация проходит, опять же, за считанные секунды. Покупаются они за копейки, а, соответственно, дальше немцы скамятся на десятки тысяч евро. На удивление, те же аккаунты eBay Klein & Zigen с хорошим рейтингом продаются за 300 рублей. Их огромное количество. Я понятия не имею, откуда они их достают. Они взламывают старые аккаунты, либо они как-то это накручивают. Мне непонятно, откуда в таком количестве и за такие копейки все эти аккаунты. То есть, что было в моем случае с Дмитро под Уфалом? Чувак купил аккаунт раз, залил макбук два, получил деньги на банковский счет Бунг, который, вероятно, был открыт на фальшивые документы. И я, честно говоря, не знаю, что бы было, если бы мы начали сделку по безопасной сделке. Могут ли они в этом случае как-то обманывать? Но в любом случае, мы дебилы. Я, в частности, идиот конченый отказался от этого безопасного дела. Короче, дальше он получил деньги на свой счет. Дальше через P2P, на любую криптобиржу. Не обязательно даже Binance есть децентрализованные биржи, где вас никак отследить не могут. Для пущей уверенности пропустите все деньги через миксер в связи с такой простотой нелегального открытия счетов в Германии. Последние несколько месяцев этот метод скама набрал просто какие-то невероятные темпы популярности. Я нашел целые чаты русскоязычные, где 300 человек сидит и каждый день обсуждают варианты обхода блокировок, варианты скама и сколько денег они за сегодня сделали. Есть каналы, где просто какие-то челы с какими-то рэперскими никнеймами сидят и каждый день документируют, сколько бабок они на скамеле. Тут я буду публиковать инфу о своем ворке, о своих успехах и профитах. Ну и собственно в этих же ТГ-каналах они продают и обучение всему этому скаму, и аккаунты, и ID-карты, чтобы регистрировать счета в Германии. Страшно представить сколько вообще народу из РФ этим занимаются, конкретно вот на немецком ebay, потому что из того, что я видел, это уже как минимум тысячи человек, то есть их уже несколько тысяч, если не десятков тысяч. Ну, меня по сути заскамил я сам, потому что я проверил это объявление, я знал то, что это скамер, но потом я просто забыл о том, что мы уже его проверяли, и мне казалось, что я его проверил, спешил, абсолютно не думал, и просто скинул Дмитро по Дуфалому 600 евро и просрал их. Всегда используйте защищенные сделки, пускай нужно будет переплатить 5-10%, представляйте себя уже в будущем, как будто вы эти деньги потеряли, и тогда вы точно захотите заплатить эти 5-10%, я уже хочу. В общем, подписывайтесь на канал, на мой телеграм-канал, и после этого ролика я сейчас пойду стримить на Твиче, опять обсудим всю эту ситуацию. В общем, все ссылки в описании, всем пока! Они возвращают себе мяч, А теперь Санетти с мячом. Многолетний капитан Интера, участник двух чемпионатов мира в составе сборной Аргентины. Человек, который точно может сказать, моя карьера удалась. Точно отдать не получилось, теперь в оборону. Классный первый тайм в исполнении гостей они полностью переигрывают соперников. Не хотелось бы, чтобы второй тайм превратился в пустую формальность. Я все же надеюсь, что после перерыва... Извини, что прерываю. Отличная позиция. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я об этом говорил, что нету никакой справедливости в этой игре, как и в жизни нету справедливости. И если вы собираете кучу паков, вам нихуя не выпадет. Лучше сразу открывайте то, что у вас есть. И не надо, блять, надеяться на охуительный дроп какой-то. Не надо, ребят. Не кормите себя иллюзиями. Ебать пафосно сказал. Пиздец. Ну а если ты хочешь купить монеты на FIFA 23, покупай их у Дмитрия Ефремова. Конечно, по ссылочке в описании проходи, говори ему промо АКУЛ, и он тебе сделает скидку в 10%. Поэтому пользуйся. По ссылке в описании. Так, ну что, третий дивизион. Да, третий дивизион. Кто не в курсе, я на своем твиче все это прохожу, делаю установки фоу, играя, поэтому приходите на мой твич-канал по ссылке в описании. Пожалуйста, кому интересно, стримы. Ну что, выбираем 25 тысяч монет. Всегда я выбираю этот вариант. Он прикольный. Типа и монеточки залутали, и пакцы есть. Да, они продаваемые, но зачем нам продаваемые? Зачем? 348 тысяч, кстати, у меня есть, чтобы усилиться перед предстоящей уикенд-лигой. Я пока не знаю, кого мне поставить, но ладно, похуй. Разберемся, по сути дела. Давайте откроем паки, посмотрим, может быть, что-то выберет. Первый большой золотой премиум набор. Смотрим, пожалуйста, хотя бы прожектора. Но это Либрододорос никому нахуй не нужен. Зачем эти Либрододорос вообще добавили, блядь, в FIFA? Второй пакетик такой же, по-моему, большой премиум набор золотых игроков. Какое пафосное название, но в нем нихуя не падает, вообще. Ну, посмотрите, что это? Набор редких игроков. Это прикольный пак. Это пак за 50 тысяч монет. Погнали, смотрим. Быть может, сейчас Тоти нет. Тоти не видать. Тоти не видать. Это Испания, ЦП и это Луис Альберто. Ребята, да, идея для состава пишите в комментариях. Вот такой вот, такая замена, вот такой основной состав. Что можно поменять, что можно убрать. Я хочу, чтобы вы понимали мои желания, Думфриса убрать. Сам посижу на футбинчике, все это красивенько сделаю. полностью удовлетворяет меня вот эти три нападающих. Макалисер заебись, Канте заебись, Амробатик заебись и защита. Все, мне по идее только Думфрис не нравится. Остальное все, окей. Так, ну что, первый на сегодня соперник это Джерард Кьеза Нунес. Такой, знаете, нормально, полубюджетный состав. Ну, недорогой, я имею ввиду. Погнали. Спокойно, спокойно. Да, ну, долбоеб, пенальти поставил. Я ва... А, нет, все нормально. Молчу. Так, отлично. Макалисер и Иконе. Иконе 1-0. Отлично, отлично сыграно. Заебись. Хорошо забегает. Макалисер! Макалисер! Запомните его имя. И Мария. Иконе. Альвурейн! Блядь! Ну, ебучая правая нога у него, это пиздец. Я подвинул на Дудак, молодец! Я подвинул в артаря на Дудак, красава! Он сам, лично, Макалисер. Демария! И Амрабатик! Вот это красиво было. Вот это красиво. 3-0. Хорошо, Демария! Ебать! Что вратарь делал? Блядь. Охуеть! Охуеть! Так, ну все, выиграли матч. Заебись! Ну что, парни, я собрал 10 пиков в 75 плюс золотых. Погнали! Посмотрим, что выпадет. Начинаем с первого пика. И это Роберто Фермино. Неплохо, неплохо. Сразу переходим ко второму. Быстренько, чтобы их всех открыть. Второй пик. Смотрим. И это Шмехель. Тоже неплохо, типа, для СБЧ. Я смотрю, как для СБЧ. Очень даже нехорошо, учитывая, что я потратил. Третий пик. говно, говно. Куинтеро, Куинтеро. Это не то, что я хотел. Четвертый пик. Смотрим. И это Варди. 85. 85. Рейтинг сейчас очень дорого стоит. За максималку уходит. За 14 тысяч монет. Так что Варди отлично. Опять же, для СБЧ. Просто для СБЧ. Но я хочу поймать Тотти. Да, я такой деловой. Хочу поймать Тотти. Но Тотти не видать. Поэтому мы выбираем Авила. Авила. Пускай будет Авила. Следующий пик. И у нас еще 5 пиков впереди. И Синья тоже. Пока. Пока. Все хорошо для СБЧ. Но все равно недостаточно. Следующий пик. Смотрим. Это Хойбе. Хойбе. Очень интересно. Нет. Скобочек неинтересно. Следующий. Следующий пик. И это Макгрегор. Макгрегор. Но не тот. Мы видим по телеку. Ладно. Следующий пик. Что? Блядь. Ладно. Похуй. Бен Едер. Бен Едер. Бен Едер. 84. И Ласт пик. Смотрим. Может Тотти. Может все-таки Тотти. Тотти не видать. И это вообще дубликат в последнем пике. Итак. Следующий соперник. Батлэнд. Маскира. О. Пять защитников играет. Мальдини. Паджи Сун. Пайе. Мэйси. Ретроспектива. Ну что. Посмотрим. Так. Икуне. Блядь. Мимо нахуй. Мимо. Нету. Нету вариантов. Не вижу. Не вижу вариантов. Может Амробатик. Ладно. Икуне. Амробатик. Хорошо. Амробат. Блядь. Сколько у меня голов забил этот лысый парень. Ебанешься. Еще такие красивые все. 1-0. Амробатик. Ебать. Ебать. Хороший момент был. Или нет офсайда. Отлично. Икуне. Икуне. 2-0. Нет офсайда. Отлично. Тео. Тео. Вижу. Вижу вариантик. Какой Думфридс там? Ладно. Думфридс пора. Думфридс пора. Мне кажется. Это его первый гол. Отлично. Как же потеем. Как же потеем. Альварейн. Ебать. Я бил вообще в правый угол. Но почему залетел в левый. Не знаю. 4-0. Потому что. Ну. Это полный разгром. Это. Блядь. Полный разгром. Амробатик забивает пятый. Ладно. Один гол он забил. Ну что ребята. Наконец. Этот матч закончился. Осталось там совсем чуть-чуть до второго дивизиона. Мы это все продолжим на стриме играть. Поэтому. Если вам интересно. Вышел я во второй дивизион. Переходите ко мне на стрим. На твич. Может быть прямо сейчас я стримлю. По ссылке. Сами проходите. Ну что ребята. Под конец я решил собрать вот эти интересные СБЧ паки. Крутилки. Как их называют. Из лиги 1. Из премьер лиги. Ла лиги. И вот этот пак с тремя защитниками. Погнали. Сначала вот эти два пака откроем. Золотой премиум набор. Смотрим. Что в нем выпадет. В нем говно. Давайте. Начнем. Ла лигу оставим напоследок. Премьер лиги начнем. Ван Дайк. Здесь может выпасть Ван Дайк. И это не Ван Дайк. Это не Ван Дайк. Это Элфа Решфорд. Кстати. Блять. Кто смотрел игры. Недавнешнюю игру. Блять. Эмью. Он блять соло. Там прошел свою оборону. Нахуй. Захуярил. Решфорд. Это просто. Охуенно. Начал играть. Потому что он Крещиан ушел. Из Эмью. Так. Лига 1. Или Ла лига. Лига 1. Открываем. Хакими может выпасть. Давай. Хакими. О. Прожектора горят. Но нет. Это шмехель. Да. Это шмехель. К сожалению Набор с 8 игроками из Ла Лиги Вот это вот большой шанс поймать Эдер Милитау Очень бы хотелось Давай, Эдер Милитау, пожалуйста, выпади нам Пожалуйста, нет Но это не Эдер Милитау, но это прожектора Испания, ЦАП Давид Сильва Ну и ласт пак, последний шанс Поймайте кого-то из защитников Тоти Последний шанс Набор с тремя защитниками 83+, непродаваемый Воротарь, ЦЗ, ПС ЛЗ, ЛФЗ, ПФЗ Короче, огромный шанс Поймать Тоти Прямо сейчас, блядь Пожалуйста, нахуй, пожалуйста Пожалуйста, или наебать Бля, нет Это супер наеб Но Зомер выпадает, Зомер Ну пойдет, типа 85 рейдинг Сейчас очень дорогой Зомер, я так себя успокаиваю Конечно, ну и Шмехель еще раз, блядь, выпал Ладно, ребята, спасибо всем, кто посмотрел этот ролик Подписывайтесь на мою телегу Я там делаю анонсы видосов и стримов А также просто общаюсь Со своей аудиторией Поэтому подписывайтесь на мой телеграм Ну а также на твич канал Подписывайтесь По ссылке в описании Проходите Часто я там играю Тоже паки открываю Который не входит в видос Короче, мы там общаемся Сидим, балдеем И играем потом в джекбокс Короче, залетайте на мой твич канал Обязательно Фоллоу нажимайте И ждите стримов Все, с вами был Акул Подписывайтесь на канал Всем пока Мяч потерян Теперь он у соперника Уходит вперед Мбаппе Хорошая атака могла получиться Но не смогли они удержать мяч Есть пространство Есть варианты для развития контратаки Не смогли они ничего сделать В этой контратаке Только мяч потеряли Зидан Го-ву Хороший пас Что дальше? Вратаря не пробить Хороший сейв Красавец Плохой пас Мяч перехвачен Не знаю, получится у них Отыграться или нет Но их вратарь этим спасением Дает им возможность вернуться в игру Уверенно сыграл на перехвате И вернул мяч своей команде Саид Аль-Увайран с мячом Надо было поскорее отобрать мяч Чьим это удалось? Мбаппе Можно забивать здесь Супер отбор Реал совсем в оборону сел Они отдали мяч соперникам полностью Тот сейчас старается диктовать игру Но я бы не сказал, что это прям таки так просто Все-таки постоянное движение на поле должно быть И цена ошибки в каждой передаче Будет гол! Это гол! Причем гол в пустые ворота Потому что вратарь отошел Видимо куда-то по своим делам Счет снова равный 1-1 Отличный пас вон он И все Ничего они здесь не создали Ангель де Мария Получается сыграть на перехвате Тут контратака может получиться Контратака продолжается Сейчас хорошо играет вратарь Уверенно накрывает мяч Смело сыграно Только так можно было спасти свою команду от гола Есть адресу этой передачи Галкипер хорош Справился с ударом Навеса нет Все низом Гу-ву Очень вовремя он сыграл на перехвате Гу-ву Перехват Дальше мяч не пошел До конца второго тайма Примерно минут 15 Ну и плюс то что добавит арбитр Они теряют мяч Демидли Пайет На Пайета пас Мяч в воротах И счет опять в пользу Вот это поворот в нашем матче В концовке все-таки получается Команде выйти вперед Мощно он сыграл сейчас И через край пошла атака Тут есть немножко свободного пространства И теряют они мяч К сожалению Примерно 8 минут осталось играть во втором тайме Разница всего в один гол В этой атаке нужно сделать все Ох и потащил Какой удар облак Нужно очень точно исполнить подачу Больше шанса забить может и не появиться Очень уверенно сыграл во дворе Но будет угловой Вот так вот Хитрят Угловой разыгран Такой момент у Мбаппе Ничего себе Они сравнивают счет на последних минутах Они сравняли счет на табло 2-2 И остаток матча обещает быть интересным Ну что побежали они вырывать победу Как вовремя он перехватывает мяч Судья решил много не добавлять Минуту до конца тайны Мбаппе Все, закончен матч на сегодня Ничья Разочарование результатом написано На их лицах Пропустить в самый конец Продолжение следует... 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 Продолжение следует...